мы сюда пришли в очередной раз чтобы нормально покушать и мне задают вопрос покажите мне ваши цены я уже неоднократно показывал что цены здесь оптимальные потому что тот самый вариант когда вы просто приходите и нормально кушаете а где вы кушаете на вокзальной 110 замечательной столовой по-домашнему свой очередной визит в столовую по-домашнему на вокзальной 110 мы нанесли когда нас там никто и не ждал вообще-то надо понимать что все мои визита сюда я совершаю когда меня никто не ждал просто я хочу нормально питаться вот и все часть для души правильно а цены какие здесь надо просто понять потому что в городе какие-то в других местах очень большие цены здесь как реально нормально можно кушать да можно первый раз сегодня зашли понравился вкус и приедь сюда наверняка предел так вот этом новички и чтобы никто не визжал цены я решил попробовать из блюд поста чтобы все всем стало понятно меня интересуют сказки дело в чем заключается что говорят что какие-то бешеные цены мы сейчас посмотрели я взял два мяса 2 2 рыбки да сколько у меня рыбки обошлись мне 90 рублей 2 рыбки и плюс еще 100 грамм рыбы 75 рублей горошница сколько 90 и двойная горошница у вас получается 50 рублей еще раз объясняю это сумма которую я могу покушать я большой человек вот это то что нужно то есть 50 рублей еще где-то 90 ну как и того 140 рублей ну я в реальность это покушаю а еще и хочу покушать нормальных хинкарей вот так вот понимаете но и понятно паститься мне не приходится я не в том состоянии вообще надо понимать что людям в моем состоянии надо больше и чаще питаться и тогда станет жизнь и лучше и питательнее как часто здесь появляетесь первый раз в первый раз да вот насчет цены вопросы мне тоже это дело интересует потому что я так понимаю что вы пришли покушать правильно дело не в цене а в дело в качестве я так думаю если вкусно то цена не очень а не сильно волнует дать если вкусно приготовлено вы сейчас будете кушать а потом мы с вами поговорим а вот еще мнение он сказал правильно сначала вкусить а потом судить и уж поверьте мне на слово после вкушения он обязательно сюда вернется знаете что больше поражает я сюда прихожу и объясняю что здесь абсолютно нормальные цены вот когда я вам это дело объясняю до каждый день буду об этом говорить вопрос возникает то есть почему я сегодня дома не покушал а я не ушел дома потому что я знаю что я здесь покушаю вот я знаю сколько здесь покушаю вот 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 то что здесь это получается 130 рублей в реальности вот так вот это получается жене моей а это может съесть и он не съест мой сын представляете я так смогу скушать потому что я очень много кушаю вот отдельные слова благодарности за горошницу я это дело очень 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 сильно люблю до этого горох я здесь не ел а теперь здесь ем горох и в отличие от других товарищей который что-то готовит это это в действительности очень вкусно тем более это как бы блюдо какие блюда чем еще занимаемся мы постимся и некоторые товарищи легко могут то же самое здесь купить только разделив все это на 2 получается рыба плюс горошница всего 60 рублей найдите себе другие цены очень люблю сюда заходить всем показывать что на вокзальной 110 цены не описаются уж поверьте мне чуть позже а сейчас хинкали нормальный хинкали кушается не вилками вы будете кушать а нормальный хинкали ну здесь надо помыть ну ладно не будем руки мы покажем как они кушаются вот и так и берете смачиваете а здесь есть соусы причем есть такие фирмовые соусы да апс подай мне сюда кстати 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 я вам расскажу здесь не готовят так чтобы приготовили вам все представляете то есть блюдо так готовится что они в реальности очень и очень ароматный если что-то не получается и уже что-то закончилось то здесь нормальные повара и они прекрасно работают да то есть что-то закончилось уже новое готовит то есть поэтому я вам не говорю что вы будете есть все это дело ну допустим пришли и это покушать да нет через два часа здесь будут абсолютно другие вещи понимаете здесь не работают так как это дело в столовой было помните в столовых варится 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 а потом куда все девается на следующий день здесь такого абсолютно нет не получилось вам новое приготовить поэтому я не говорю что вот это вы будете есть каждый божий приходите здесь очень много разных вещей и попробуйте вот теперь химкаре естественно я так понимаю что так же должно быть вкусно блин представляете я я бы это дело здесь и кушал по одной простой причине даже мясо здесь готовят хинкали закончились но повара сейчас лепят уже пельмени пельмени закончились будут манты то есть здесь нету такого что вам готовят ну допустим вот сколько хинкали 50 штук они сделали это скушали потом 200 пельмешка это тоже скушали мантов тоже 50 штук все это было перетекает и вы кушаете настоящую домашнюю еду представляете ну вот как то так получается мы здесь четвертый раз четвертый раз ни сжоги ничего то есть я могу есть все а вот моя жена не все и никаких проблем так же как и тех кого мы спрашиваем а для понятия как здесь питаются вам достаточно просто проехать мимо с 9 до 18 часов вечера и увидеть ряды тех кто понимает что столовая по-домашнему это и его выбор в очередной раз и не сильно много я перекусил потому что я понимаю я бы съездил бы сюда каждый божий день сумма вопроса не такая уж и большая если все это дело сложить то получается 6 тысяч месяцев вы можете каждый день сюда приходить то есть даже если у вас пенсия 12 тысяч то вы вообще можете не тратить 6 тысяч я имею ввиду вы можете завтракать обедать и ужинать но и оставшуюся сумму потратить на потратить на то где вы живете хотя у пенсионеров все в принципе гораздо проще то есть и каждый день вы что-то можете откладывать поэтому мой вам совет придите сюда и нормально покушать и даже не парьте мозги если вы не умеете ничего делать